В рамках фестиваля В рамках фестиваля Губкинская неделя театра на сцене городского Дома культуры «Олимп» впервые проходит спектакль «Барабанщица». Это пьеса в трех действиях о подвиге советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. В пьесе более 15 героев, роли которых исполняют губкинские артисты. Серьезный драматический спектакль – важное мероприятие как для творческого коллектива централизованной клубной системы в целом, так и для каждого артиста. Перед выходом на сцену необходимо все учесть. Грим, костюмы, еще раз прорепетировать свой текст и главное – справиться с волнением. Моего героя зовут Михаил Мико, Мико Сталинский. Обер-лейтенант Шпагер на немецком языке. Ты уже готов? Вполне. Ну, я Эдикт. Участвую вместе со своим другом в войне. Его зовут Сашка. Он такой деревенский более, а я городской. Поинтеллигентнее. Самая известная пьеса советского драматурга Афанасия Солынского, написанная в 1958 году, не сходила с театральных подмостков в два десятилетия. Ее ставили разные театры страны – от столичных и академических до областных и самодеятельных. В этом году губкинский «Ритм» впервые выступает с этим спектаклем. Горожане постановку ждали. Первый раз идем. И очень интересно. Саранее, да? Да, саранее. А вы знаете, о чем пьеса? Нет, нет, не знаем еще. Сейчас узнаем. Нам еще не рассказывали. Я никогда не была на подобных спектаклях, но я думаю, что будет очень интересно, так как будет тема о войне. И для меня всегда эта тема войны, Великое Отечественное, очень трогает, то есть глубоко западает в душу. Мне всегда интересно знать, что происходило, какие-либо военные действия. Та же самая любовь во время войны, самопожертвование ради своих родных и близких. Но я думаю, что будет интересно. Вперед продвигались отряды, спартаковцы, смелый бойцов. Вперед продвигались отряды, спартаковцы. Это песня юного барабанщика, любимая композиция главной героини пьесы Нилы Снежко. Действие происходит в 1943 году. Героиня работает дворником в одном из русских городов, только что освобожденных от фашистов. Люди пытаются наладить мирную жизнь, но линия фронта совсем близко. Город продолжает регулярно бомбить. Во время оккупации Нила служила в гестапо переводчицей. Поэтому соседи ее ненавидят, а местные мальчишки дразнят немецкой овчаркой и закидывают камнями. Гнать ее надо издану. Совсем значит гнать, чтобы их следа ее здесь не было. Понимаешь? Роль Нилы Снежко была мечтой многих актрис. В спектаклях, поставленных на сцене Центрального театра Советской Армии, ее играли Людмила Фетисова, Людмила Касаткина, позже и Алина Покровская. Как писала пресса, в то время в этой роли необходимо было сыграть женщину полную смятения, резких смен душевного состояния, нежную и циничную, открытую и хитрую, растерянную и решительную. Эту роль на губкинской сцене исполняет Елена Бородина. Лучше несколько лет прожившей среди врагов, чем хотя бы один день быть врагом среди своих. Воробайщица, воробайщица ты наша гордая, все понимаем. Это наша советская разведчица и такая, так сказать, немецкая овчарка. Скажу честно, это была моя мечта, наверное. Да, вот именно на сцене в роли актрисы всегда мечтала, очень переживала, боялась, что не справлюсь, но не знаю, как получилось. Были небольшие роли, были какие-то детские, утренники, новогодние сказки, спектакли, мюзиклы. То есть что-то такое, а именно чтобы как актриса, громкое слово, драматическое, тем более. Конечно, это была мечта, и я ее воплотила. Пьеса «Боробайщица» также и романтическая история о любви в том сложном времени. В отважную девушку Нилу Снежко влюбляется архитектор и военный летчик Федор Абрамов. На эту любовь Нила Снежко не может ответить взаимностью открыто. Ведь она – боец невидимого фронта, разведчица, а вовсе не предатель, которая сотрудничала с фашистами, как думали жители города, люто ненавидящие ее. Местный фотограф Силантик Круглик предлагает Ниле выкупить компрометирующую ее фотографии, где она сфотографирована в компании с фашистами. Чистая биография, фраус Снежко, стоит гораздо дороже трех тысяч. А мне уже нечего терять, Круглик, а у меня и так давно все известно. Мальчишки швыряют в меня каменья. А вот если бы они увидели вот эти фотографии... Как вы добывали эти снимки? Изобретательность, милая фрау, изобретательность плюс мой горячий советский патриотизм. Тем временем Нилей сообщает, что капитан советской армии Мика Ставинский на самом деле немецкий шпион, оставленный фашистами в советском тылу. Разведчице поручается войти в доверие к Мике и выяснить его связи. Поэтому девушка организовывает вечеринку, во время которой очаровывает и Ставинского, и Силантия Круглика, который теперь ради нее готов сжечь весь компромат. Нила хороша собой, поет и даже танцует перед всей компанией на столе. Однако за всем действом наблюдал и влюбленный Федор. Он не мог поверить в то, что Нила может быть предателем. И после долгих выяснений отношений он не отказывается от своей любви и предлагает девушке уехать в другой город. Знаешь, любовь к тебе сделала меня совсем, совсем взносно. Ну, не собирайте, я пойму. Встречу, можно? Что идти? Что идти? Автор пьесы Афанасий Солынский вспоминал о замысле произведения так. В 1943 году в одном из освобожденных городов России я встретил странную девушку. Удивительно было то, что на смешке и оскорблении людей, которые ее окружали, она переносила с мужеством и каким-то веселым азартом. Ее называли овчаркой, говорили о том, что она, когда немцы были в городе, водилась с оккупантами, работала на них. Меня увлекла, на мой взгляд, совершенно свежая ситуация. Героиня среди своих в освобожденном ликующем городе вынуждена жить и бороться, временно сохраняя личину изменницы и предательницы. В последней сцене спектакля немецкому разведчику Мике Ставинскому удалось пробраться в дом, где жила Нила, и застрелить ее. Нила Снежко умирает на руках у Федора Абрамова. И то, что все это время она выполняла долг перед отчизной, знали только Родина и любимый человек. Нила! Запомните нас! Веселый! Главный режиссер постановки Ларисы Симко. За такой грандиозный спектакль ей выражали благодарность и актеры, и зрители, и почетные гости, среди которых особое место занимают ветераны, труженики тыла и дети Великой Отечественной войны. Вспоминаются наши годы, когда мы тоже в укрытии бегали, вспоминаем это. Ну, все нормально, отлично. А какой герой, какая роль вам больше всех понравилась? Мне кажется, все одинаковые. Все одинаковые, мне понравились все. Мы сами дети войны. Я дети войны. А муж, он участник боевых действий. Так что война вспоминается, конечно. Мне все понравились, играют, как играют. Сыграли хорошо. Все-таки, как бы там ни было, но прекрасно. Драматический спектакль был посвящен 70-летию победы Великой Отечественной войне. И это была 14-я губкинская неделя театра. Фестиваль не только формирует культурный имидж города, он призван развивать культурные традиции, повышать духовный уровень молодежи, а своеобразный обмен опытом способствует творческому и профессиональному росту коллективов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова